Хочешь быть охуенно стильным и необычным, но на оригинальный трассхер нет денег? Мечтаешь о том, чтобы пиздатости твоего инстаграма завидовала вся шарага? Тогда тебе срочно нужно стать плёночным фотографом. Здрасте, ты на канале Сейна, и сейчас я расскажу, как намутить стиль, не потратив при этом больше пятихатки. В стародавние времена, когда по земле ходили астралопитеки, а твой батя был ещё молодой, никто не делал фотографии на телефон, в основном потому что телефон выглядел вот так. Но тут нет ни кнопок, ни порта для наушников. То есть это то же самое, что 10-й айфон? Да, но камеры здесь тоже нет. В те времена, чтобы нафоткать бесполезной хуйни, использовали плёночные камеры. Как это работает? Есть, значит, камера. В ней натянута тонкая светочувствительная лента, это и есть плёнка. Когда ты своей кочерыжкой жмёшь на кнопку, внутри камеры на долю секунды открывается закрытое до этого окошко, оставляя тем самым отпечаток на плёнке. Чё, бля? Если не понял, то забей. Тебе нужно будет тупо тыкать на кнопку. А мне камеру чё, из музея спиздить? В том-то и дело, что нет. Лет 20 назад плёночные камеры были почти у каждого. А благодаря русскому принципу «храни говно вдруг пригодится» у твоих родителей или деда, или на даче наверняка сохранилась такая. Если же твои родственники решили выбиться из стада и перестать складировать бесполезную хуйню, то всегда можно купить чужую бесполезную хуйню. Заходишь на любую барахолку, типа Юлы или Авито, набираешь слово «плёнка» в поиске и выставляешь категорию «фотоаппараты в фильтрах» и вуаля! Тебе вылезет куча самых разных предложений, но как понять, какая камера тебе нужна? При выборе нам важно всего два критерия – дёшево и шоб не париться. Соответственно, камеры типа «Зенита» и все остальные, которые выглядят как промышленный комбайн, нам не подходят. Идеальный вариант – это двухкнопочная мыльница, которая решит всё за тебя. Однако, если тебе предлагают здоровую плёночную зеркалку типа вот такой, то не спеши отказываться, проверь, есть ли там авторежим. Как правило, он выглядит как зелёная буква «А». Если такой имеется, то смело хватай, будет только лучше. Теперь нам нужна плёнка. Сама плёнка – это катушка со светочувствительной лентой, разделённая на равные прямоугольники. Это и есть кадры. Обычно их 24 или 36 на одной катушке. Где её взять? Во-первых, спроси также у родственников. Во-вторых, зайди на тоже Авито. Но! У плёнки есть куча разных параметров. Сейчас коротко о них. Фирма. Есть самые разные кодеки. Fuji фильмы. Delvia, Provia, Astia, Neopan, Portra, XP2, Delta, Hector, Kodachrome. Оу, Kodachrome. Оу, those were the days. Kodachrome. И прочая куча названий, которых ты либо никогда не слышал, либо слышал очень давно и видел там рекламу из 90-х. Всё, что тебе важно, это когда ты находишь какую-то плёнку, которая тебе досталась бесплатно от тех же родаков. Или ты нашёл её на Авито, просто берёшь и вбиваешь в Google название этой плёнки, и тебе вылезает то, какая картинка там будет. В основном они отличаются только тем, какой цвет в итоге получится. ISO. Количество ISO, конкретно цифра, написано на коробке каждой плёнки, зачастую даже на самой катушке. Этот параметр перекочевал даже в современные фотоаппараты. ISO, это если прям очень упрощать, это то, насколько светочувствительная плёнка. Чем больше число ISO, тем, соответственно, кадры получатся светлее и меньше нужно света, чтобы ваша фотография получилась нормальной, и они не были слишком тёмные, как, например, вот здесь. Цвет или ЧБ. Да, плёнки бывают цветные или чёрно-белые, но я советую брать цветные, потому что цветная плёнка проявляется примерно за 30 минут, а чёрно-белая плёнка проявляется минимум сутки, зачастую дороже. Но если вы хотите сделать крутые ЧБ фотографии, то покупайте чёрно-белую плёнку, это будет всё равно охеренно. Формат. У плёнки форматов немного, и вам не стоит в них разбираться, вам стоит знать только то, что вам нужен 135-й. Плёнка 135 мм. Вот такого размера маленькая катушечка, ну и вы вообще смотрите, эта плёнка, блядь, в ваш фотоаппарат влезет, если вам кажется на глаз, что влезет, то берите, вообще не парьтесь. Количество кадров, это вообще без разницы, то есть одна и та же ваша камера примет и 24, и 36, это уже на ваше усмотрение. И теперь самое интересное, просроченная ли плёнка. Дело в том, что плёнка это совсем не то же самое, что флешка, и у неё есть своеобразный срок годности. Я предпочитаю покупать просроченные плёнки, зачастую вообще моего возраста, чтобы плёнка лежала там, допустим, с 91-го года. Зачем это надо? Затем, что если вы покупаете обычную плёнку, то она сохраняет все свои качества. То есть, по сути, на выходе вы получите фотографии, но просто уже со встроенным фильтром. И сейчас вы видите примеры того, что я снимал на плёнку, которая своих качеств не потеряла. Но я, опять же, смысла в этом не вижу. А вот просроченная плёнка даёт непредсказуемый эффект. Это может быть что угодно. Для этого ролика я специально купил очень старую катушку. Её срок годности истёк в 2003 году. И как её дальше помотала жизнь, никому неизвестно. Купил я её за 100 рублей. Для сравнения, новая плёнка может стоить 300-400, иногда и сильно дороже. Сейчас я вам объясню, как обстоит сам процесс. Сначала вы берёте плёнку, берёте камеру и вставляете плёнку в камеру. Да, просто. Сейчас вы видите, как это непосредственно делать. Вставили, закрепили язычок, закрыли. И не открываем. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, пока вы не доснимите плёнку, не открывайте крышку. Плёнка светочувствительная. Если открыть, она засветится, и вы получите не фотографии, а просто белые прямоугольники. Не открывайте. Самое главное заблуждение. Возможно, вам кажется это очевидным, но многие этого не понимают. Когда отснял на плёнку, фотографии нельзя сразу посмотреть. Если вы откроете и вытащите плёнку, она будет пустая. Плёнку нужно будет проявить. Так вот, отсняли вы плёнку, что вы делаете дальше? Находите, нагугливаете в своём городе место, где проявляют плёнки. Так как их осталось немного, это делают зачастую дёшево. Если вы живёте в Москве, то советую Альянс Фото на Китай-городе. Это не реклама, просто действительно лучшее место из тех, что я находил в Москве. Но надо сказать, что в какой-то момент мне понадобилось проявить плёнку в Владимире. А Владимир далеко не самый развитый мегаполис на планете. И там я нашёл это за 5 минут в гугле. Это было на центральной улице города, и мне сделали это за полчаса. И вроде бы 200 или 250 рублей. Так что мы всё ещё укладываемся в пятихатку. Так вот, приходите вы, значит, в салон. И что вы там заказываете? Проявку и цифровку. Её проявляют, переносят в электронный вид. И если это относительно продвинутое место, то вам её скинут прямо на почту архивом с Яндекс.Диска. Если же это место чтит давние традиции, а на самом деле просто отсталые, то вам там выдадут это на ваши флешки или на диск запишут. Но вы всё равно получите фотографии. Притом довольно быстро. В большинстве мест проявляют цветную плёнку за полчаса. Если у них очередь, естественно, дольше. Но это вам уже продавец скажет. И вот что у меня получилось. Эту плёнку я купил на барахолке. И к ней, видимо, действительно прям очень плохо относились. Из-за этого появилась пара неудачных кадров. Где-то я не рассчитал освещение и не включил вспышку. Потому что плёнка за 15 лет, очевидно, теряет свои свойства. Но вот вам фотографии, которые получились. По-моему, выглядят просто охеренно. И те эффекты, которые ваши самые тупые подруги накладывают в Инстаграме, здесь они получились естественно. И выглядят также естественно. И когда вы выложите эти фотографии в свои социальные сети, то это точно не будет похоже на то, что делают все остальные. Потому что настоящую плёночную картинку повторяют только действительно очень большие профессионалы в обработке фотографий. А те фильтры, что вам предлагают всякие Инстаграмы, это совсем не то. Если вам понравилось, то обязательно попробуйте это дело. Возможно, это обойдётся вам в 200-300 рублей, а может вообще всё достанется бесплатно. Но так или иначе, больше пятихатки вы точно не потратите. Но это деньги не такие уж и большие за действительно качественные фотографии, которые наверняка продержатся у вас дольше и будут нравиться вам больше, чем всё, что вы делаете на iPhone каждую вписку. Если вам действительно понравилось то, что у вас получилось, то по ссылке в описании есть паблик, предлагайте туда ваши фотографии на плёнку, и мы их запостим с указанием авторства. А на этом всё. Жду твоих фоток. Ты знаешь, где кнопка подписки.